Рекорд поставлен, итоги подведены, награды вручены. Торжественное закрытие гонки Беренгей-2018 прошло в Петропавловске. Мероприятие состоялось в ДК Пограничник. Фойе Дома культуры Каюров встречали как настоящих героев. Гости праздника даже выстраивались в очереди, чтобы сделать фото на память с участниками легендарной гонки. На сцене церемонию вел известный спортивный комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев, который специально для этого прибыл на полуостров. Ну, во-первых, я камчадал. Я безумно люблю Камчатку. Я всегда вспоминаю слова Юрисанца Сенкевича, великого путешественника, телеведущего, который везде был, сказал, мой самый любимый регион – это Камчатка. Я могу только присоединиться к словам великого человека. Моя Россия – это, конечно, Камчатка. Поэтому я по первому приглашению, по первому зову практически. Нырк самолет, и вот я здесь. Ну, посмотрите, помимо природы блестящей, да, это великая культура. Вот Мэнго за моей спиной. Это великий ансамбль. Конечно, я особенно на девчонок обращаю внимание, конечно, потому что это потрясающе. Но, в принципе, знаете, главные люди. Здесь потрясающие люди, поэтому я приезжаю, получаю удовольствие и не хочу каждый раз уезжать. Кстати, Дмитрий Губерниев не исключил, что в будущем году пополнит ряды каюров. Пролог бы прошел, честно, на биатлоном, стадионе, куда, я уверен, вернется еще большой биатлон. Пролог обещаю пройти в качестве каюра-юниора. Теплые слова, поздравления и пожелания дальнейших спортивных побед звучали в этот вечер на сцене ДК «Пограничник» в адрес каюров и их четвероногих друзей. И ни один из участников этой невероятной экспедиции не ушел домой без подарка. Так, чемпион Берингии 2018 Валентин Левковский получил главный приз гонки – сертификат на 3 миллиона рублей. Победитель решил потратить выигрыш на квартиру для своих родителей. Куплю квартиру родителям. Уже переедут они из Усть-Харизова, живут в Киевском районе. Ну, сюда переедут, в Елизово. На втором месте по итогам гонки оказался дебютант. Берингий – каюр из Москвы Вячеслав Демченко. Он получил сертификат на 2 миллиона рублей. Бронза и 1 миллион рублей достались Андрею Семашкину. Я хочу сказать, высказать слова глубокой признательности и уважения к этим людям, к этим каюрам, которые со своими собачками прошли через эти неимоверные трудности. Я хочу сказать огромное спасибо волонтерам, группе сопровождения, оргкомитету и, конечно, тем людям, нашим друзьям, которые помогали финансово эту гонку провести. Также в рамках праздничного вечера состоялось торжественное вручение диплома, подтверждающего, что камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках Берингий-2018 является самой протяженной в нашей стране. Я летал на Чугодку, чтобы встретить героев и доходно убедиться, что да, действительно, они дошли на своих собаках. Поздоровался я с собаками, поздоровался с каюрами. И сегодня с чистой совестью и с большим удовольствием я вручаю этот диплом, который подтверждает, наверное, самый удивительный город, демонстрирующий силу русского характера. Церемония награждения завершилась праздничным концертом с участием артистов Государственного губернаторского академического корякского ансамбля «Мэнга» и других творческих коллективов Камчатки. Напомним, что гонка стартовала 11 марта в Камчатском селе Мильково. На старт заезда вышли 15 каюров, а к финишу дошли 11. Первыми снялись с гонки Анфиса Бразолук и Тимофей Генунтегин. Затем за неспортивное поведение и нарушение правил был снят с гонки Александр Долгодушев. В телечиках о прекращении борьбы заявил дебютант гонки Ярослав Адуканов. За 25 этапов участники «Беренгии-2018» прошли 2101 километр. Это абсолютный мировой рекорд.